Приветствую вас в новом видео от проекта EFL Studio Pro. С вами вновь Фриксмент и в этом видео я вам расскажу как создать мощный и жирный 808 бас, а также как здорово использовать его в вашем трэп треке Музыка 808 бас крутится легко и просто вам понадобится синтезатор Serum, квадратная форма волны, low-pass фильтр, который будет срезать лишние высокие частоты и компрессор, который сделает звучание баса плотнее. У компрессора должно быть большое соотношение, в данном случае я вообще поставил максимальное. Пару слов о том, как апгрейдит ваш 808 бас. Без эффектов он звучит так. Музыка что эксайтер генерирует дополнительные верхние гармоники, которые нашему 808 басу вовсе не нужны. Решить эту проблему достаточно легко. Просто можно срезать ненужные верхние гармоники с помощью low-pass фильтра на эквалайзере. Я включаю эквалайзер и мне больше не мешают верхние частоты. И после этой обработки идет фрутилиметр. Он нужен для того, чтобы сделать сайчейн компрессию. В момент звучания бочки, которая имеет преимущество низкие частоты и 808 бас прогинается по громкости. В итоге решается частотный конфликт. Сейчас вы увидите, как в момент того, как играет кик, прогинается по громкости 808 бас. Музыка Теперь насчет аранжировки. Когда вы накрутили мощный 808 бас, его нужно будет как-то употребить в вашей композиции. Совет. Не нужно делать 808 бас сразу в начале квадрата. Это будет скучно. Лучше заинтригуйте слушателя. Пусть он подождет несколько мгновений в предотвкушении 808 баса. Музыка Практически всегда 808 бас начинает играть вместе с киком. Если бы эти инструменты играли обособленно, то вышиб бы какая-то каша. Бочка 808 бас, особенно в трепе, должны звучать как единое целое, а не как два разрозненных инструмента. Музыка Они не звучат обособленно, а как единое целое. Также очень здорово и интересно звучит, когда бас прекращает свое звучание в момент удара с нейра. Давайте попробуем. Музыка Это звучит классно и возможно добавляет даже кача нашему биту. Далее у нас идет кик, бьющий в слабую долю. Музыка Вот этот. Музыка И играющий, конечно же, коротко. Вот так это звучит. Музыка Сразу после этого идет очередной кик, который так и просит поставить на него 808. Давайте сделаем для него исключение. Он у нас не закончится на ударе с нейра, а будет играть до конца такта. Музыка В следующем такте на первом кике поставим 808. Если вы смотрели прошлый туториал, вы, наверное, помните прием, что можно убирать кик в начале квадрата. Поэтому первый кик у нас уже начинается на третьей доле. Имей ввиду первый кик в этом квадрате. У нас 808 бас будет играть до второго кика. Сейчас я вам покажу еще один прикольный прием. Перед тем, как начнет играть 808 бас, можно поставить 808, который начинался бы сам по себе, не по удару кика, да еще и играющий на октаву вверх. Музыка Это звучит весьма захватывающе. Слушатель точно не будет ожидать такого расклада, что 808 начинает играть раньше, да еще и на октаву вверх. Немаловажен тот факт, что с ударом кика 808 начнет играть на октаву вниз. Музыка И что удар кика придают энергию басу. Резкая смена настроения на низких частотах положительно впечатлит того, кто будет слушать ваш трек. Музыка Далее продолжаем писать партию для 808. Ставим на второй кик. Можно не заканчивать игру 808 на снейре. Пускай он продолжает свое звучание до последующего кика. А вот на этом третьем кике пусть будет стоять 808, который закончится на снейре. Музыка Должно быть разнообразие. Не всегда делайте так, чтобы 808 бас заканчивался при ударе снейра, но и не нужно постоянно делать, чтобы звучал 808 бас. Все-таки лучше его периодически прерывать, тем самым делает трек более интереснее, более разнообразнее. Слушателю понравится резкая перемена на нижних частотах. Далее у нас идет кик, бьющий на слабую долю, опять же. Музыка Вы наверняка помните, что в таком случае круто будет поставить 808, играющий на ктову вверх. Именно на кике, играющем на слабую долю. Музыка А далее у нас идет прием, который я упомянул в предыдущем видео по созданию драм-партии. Передозировка киками. При каждом ударе кика будет начинаться 808 бас. Музыка Зная приемы, описанные мной в этом видео, можно дописать вторую половину партии 808 баса. Музыка Теперь вы умеете создавать и улучшать мощный 808 бас для трэп-музыки. И также вы узнали приемы аранжировки, которые помогут вам использовать бас и драм-партии. 808 чаще всего начинается с ударом бочки и должен звучать с ней как единое целое. 808 может коротко играть на октаву вверх, если кик бьет на слабую долю. Например, как здесь. Или же если 808 играет на октаву вверх, без кика, это тоже классно звучит. Но только в том случае, если после этого начинается полноценная игра 808 баса, как, например, здесь. Также имеет место быть прием, когда бас прекращает звучать после игры с нейра. И не забывайте, что в начале квадрата выяснил 8-й бас лучше не использовать, ведь это скучно. Спасибо огромное вам за просмотр этого видео. Если оно вам понравилось, то обязательно поставьте палец вверх, подпишитесь на канал и расскажите о нем своим друзьям-музыкантам. Также не забывайте читать наш блог, там очень много годных советов и полезной информации. С вами был Фриксмент и проект EFOX Studio Pro. До встречи в следующем видео мини-курса по написанию драм-партии для трэп-трека. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...